МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. В новом сезоне театр Самарская площадь готовится отметить свое 35-летие. Какой будет юбилейная программа и какие премьеры ждать в ближайшее время, сегодня в программе Город С. Я говорю с директором и актрисой театра Самарской площадь Натальей Носовой. Наталья Юрьевна, приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Как раз в преддверии и нового театрального сезона, который, кстати, традиционно, как всегда, вы открыли первыми, в Яблочный Спас спектаклем «Брачный договор». И вы знаете, судя по многочисленным фотографиям, я так смотрю, вы устроили праздник и для артистов, и для зрителей, ну и, конечно, для себя. Расскажите, как все прошло. Дело в том, что мы вернулись к этой традиции, потому что два сезона мы не имели возможности собираться со зрителями. У нас же уже много лет такая традиция. Мы вообще театр со своими традициями. Мы всегда открывали сезон и закрывали сезон, и проводили юбилей спектаклей, юбилей актера. Мы всегда вместе со зрителем, то есть после спектакля, мы выходили к зрителю, актеры. Это было всегда, это были какие-то легкие угощения, это было просто живое общение. Вот два сезона мы не имели возможности по понятным причинам. И, наконец-то, вот мы открылись. В последний момент я сказала, ну, пора уже возвращаться к этой доброй традиции, и зрители ее ждут, потому что привыкли. И после спектакля, тем более, был такой чудесный праздник, яблочный спас, мы всех пригласили на яблочки. В фойе пообщались, зрители были, ну, очень растроганы, и актеры, потому что два года не было у нас вот такого. Ну, конечно, мы встречаемся в зале, и, конечно, всегда очень хороший прием, очень теплый прием, и вот этот энергообмен зрительский в нашем театре, он всегда присутствует. То есть актеры не обижены вниманием зрителей, это точно. Но вот это традиция, когда вот можно, грубо говоря, потрогать актера, спросить его что-то, сфотографироваться. Очень дорогого стоит. Ну, кстати, традиционно, кстати, тоже стало в вашем театре, когда новый сезон, вас благословляет священник. Перед новым сезоном. Перед новым сезоном, да. Это тоже очень важно. И, вы знаете, как-то вот трогательно и душевно, верно? Это правда. Тем более, уже 15 лет. То есть 15 лет, как мы открыли свое здание, и впервые мы позвали отца Иоанна Мохова на освещение здания. Тогда он был настоятелем храма Георгия Победоносца, что вот в шаговой от нас близости. И вот как-то и на следующий год нам тоже захотелось. Мы говорим, ну вот нельзя же каждый год освещать. Можно сделать молебен. То есть происходит молебен, мы молимся друг за друга и за успешный сезон. Ну, хорошо. Вопрос логичный. Чем будете удивлять в новом году, в новом сезоне? Ну, всех секретов, как всегда. Рассказывать не очень хочется, потому что дело наше такое. Но, тем не менее, секретов здесь уже не может быть, потому что юбилей уже скоро. 13 декабря, 35 лет, со дня первой премьеры театра. То есть юбилей театра отмечают не со дня, до юра организации театра. А со дня первой премьеры. Вот 13 декабря будет 35 лет нашему театру, который вырос из театра студии «Самарская площадь» при Доме молодежи «Окавл КСМ». А первая премьера, если мне память не изменяет, была демонстрация? Демонстрация, да. И к этой дате мы выбрали спектакль «Шут Балакирев». Так. То есть свой юбилей 35-летия. Мы объединяем с 350-летием Петра Первого, которые такой мощной волной празднования этого события прокатились по нашей стране. И вот в конце года мы постараемся сделать такой хороший тоже аккорд. Это будет премьера. Она будет приурочена как раз к юбилейной дате. События расскажите поподробнее. Давайте уже проанонсируем. Тут осталось-то совсем немного. Как готовитесь, Евгений Борисович, режиссер? Евгений Борисович, безусловно, режиссер. Практически вся труппа задействована в спектакле. Но Евгений Борисович всегда старается к юбилейной дате. Брать большое полотно театральное, сценическое, чтобы как можно больше артистов театра вышли на сцену в этот день. Спектакль действительно очень большой, серьезный, который требует большой работы. И хочу сразу сказать, что, к сожалению, не так много пьес о Петре Первом. Мы выбрали штаба Лакирев, потому что есть элементы комедии, элементы праздника, что всегда очень любит Евгений Борисович и удается нашему театру. Но скажу сразу, он делает... Ну, во-первых, пьесу купировал. То есть есть сокращение и есть дополнение, которое он берет из других произведений и вставляет в этот спектакль. А он объясняет это тем, что пьеса хорошая, но сейчас ведь время такое, которое меняется, и хочется сказать что-то серьезное со сцены в эти времена. Поэтому он добавляет очень серьезные монологи, которых, может быть, не хватает, потому что Горин писал это в 90-е годы, было другое время тогда в нашей стране. Театр всегда в авангарде, он всегда должен говорить о том, что сегодня происходит. И вот чтобы к сегодняшнему дню эта пьеса была актуальнее, вот Евгений Борисович все лето проводил очень серьезную работу. То есть не отдыхал, работал. Но вот видите, подтверждаете свое название, что вроде как бы серьезная дата, 35 лет, уже возраст для театра, ну не солидный, но такой уже средний. Для нас так очень солидный, поскольку мы создатели, Сергей Борисович. Да, Наталья Юрьевна, да нет, я не смеяюсь, я хочу сказать о другом, о том, что вы современный театр, вы молодой театр, и даже к 35-летию вы сделали коллаборацию. И это вот здорово на самом деле, вы молодцы, и, дай бог, дальше быть современным, молодым, продвинутым, молодежным театром. Верно? Это правда. Мы очень любим молодую аудиторию зрительскую, очень, и ее очень много. И с каждым сезоном, я смотрю, все больше и больше у нас молодежная аудитория. Сидит в залах, это радует, потому что это наш завтрашний и послезавтрашний зритель. Хотя зрелого зрителя своего, нашего самарского зрителя, очень театрального, очень понимающего, мы любим и ценим. Да. Ну что же, я знаю, что будут еще и предюбилейные мероприятия, запланированы фото-выставки. У вас объединение, да, такое творчество, театральное, художественное. Расскажите, пожалуйста, об этом. Кто будет вас поздравлять, и какие сюрпризы приготовили для вас ваши коллеги? Ну, кто будет нас поздравлять на самом юбилее, это те, кто сочтет нужным. В первую очередь мы ждем зрителей. В первую очередь мы всегда ждем наших зрителей. Действительно, у нас подготовлен такой цикл мероприятий предюбилейных или в рамках юбилея нашего театра, необычных, которых раньше не было в стенах нашего театра. Это две выставки. Первая выставка – это рождение Рида, который будет вот уже 15 сентября. И 15 сентября, ну, мы так для себя определили, 19 августа мы так открылись потихо, был полный зал, мы со зрителями обнялись, встретили. 15-го будет такое вот официальное, более торжественное открытие. Сезон, это 36-й сезон, да? Нам 35 лет, сезон уже начался 36-й. То есть мы же с сезонами живем. Так вот, это выставка, которая объединяет в себе и живопись, и скульптуру, и театр. Очень интересный, необычный проект, очень многопланный, но попробую рассказать. Пожалуйста. Попробую рассказать. Дело в том, что вначале была достаточно такая простая идея показать, вот в рамках празднования нашего юбилея, показать зрителям, привезти, организовать выставку театральной скульптуры Владимира Мадео, нашего московского известного скульптора с итальянскими корнями, который и родился, и жил всю жизнь здесь, в России, в Москве. Дед у него итальянец, который бежал от преследования, он был коммунистом, когда-то бежал в Россию. Очень интересный скульптор. Он занимается интерьерной скульптурой, которая немножко вот как-то ушла. У нас сейчас любят ставить памятники, все, а он вот возрождает и успешно возрождает вот эту интерьерную скульптуру, которая там 45-50 сантиметров, в которую можно подойти, с которой можно сфотографироваться, что сейчас очень актуально. И посмотреть поближе, да, проникнуться. И действительно поближе рассмотреть. У него уже целая коллекция такой скульптуры по театрам Москвы, по театрам России, которые посвящены какому-то театральному образу, непосредственно данному театру посвящения. Например, в театре Виктюка у него стоит... То есть это адресная история. Есть у него там и Турандот, есть у него и другие в разных театрах. В городе Тамбове так целая аллея на улице прям стоит женских образов, которые названы репетиция. Хочу сразу сказать, что у него только женские образы. Женские образы. Ну, в театре Самарской площади есть, где разгуляться. Без лица. Вот есть очень много версий, почему именно у него... У него очень яркие, выразительные фигуры, позы женщин. Почему без лица? Что есть вот версии, что лицо отвлекает от пластики тела, что когда нет лица, то это женщина-загадка, что это женское начало и так далее. Мне ближе версия такая чисто театральная, потому что когда без лица, это как чистый лист бумаги, это как правильно говорят, что настоящий актер должен быть безликим, чтобы суметь примерить на себя. Да, как можно больше образа. Как можно больше образа. Вот мне такая версия как-то ближе. Вот такую коллекцию Владимир планировал к нам привезти и сразу было запланировано, что это будет в тандеме с живописными полотнами Аллы Шахматовой, известной самарской художницей. Многие ее знают как успешного директора Самарского областного художественного музея. Многие знают и любят ее просто фантастичные, нереальные цветы, пейзажи. Надо знать ее творчество, чтобы понимать, что Алла, она всегда, она везде во всем видит красоту. Она всегда все превозносит, превозносит до какого-то такого нереального, божественного существования. То есть если цветы, то это какие-то фантастичные, нереальные. Если это портрет, простите, я не скромно так скажу, когда она мой портрет написала, это портрет, он мой. Да, я похожа, но все-таки это образ. Это образ, в котором я узнал образ Аркадиной. Здесь режим волосами в красном платье. Нет, нет, другой. Да, это образ Аркадиной. То есть вот она, да, образ Аркадиной из «Чайки», которую я играю уже в 16 сезон. Но дело в том, что это именно вот Аркадина. Это не я, это я в образе Аркадиной. То есть вот она, вот суть именно актрисы Аркадиной уловила. То есть она вот все возвышает, менять земную просто, да, женщину вот в образ Аркадиной, то, что на сцене. Потому что на сцене, я надеюсь, мы становимся другими. Так вот, вот в тандеме с Аллой Шахматовой они должны были и будут представлять свою выставку о рождении Ириды. Почему о рождении Ириды? Потому что у Аллы своя история – это радуга, это семь полотен разных цветов, которые должны быть такой некой платформой, таким мощным энергетическим и цветовым фоном к скульптурам Амадео. Ну, радуга – это матрица жизни, все мы знаем. Плюс, как всегда я говорю, Алла все одухотворяет. Это божественное начало женщины, это богиня Ириды, вестница богов, добрые вестницы. Мы все помним Ветхозаветную историю Ноя, что когда Ноя спасался на плоту и увидел радугу, он понял, что человечество прощено, и род человеческий будет продолжаться. И здесь, рядом с этими полотнами, образ женщины безликой, как некий символ, дающий жизнь, продолжение рода человеческого. И вот эта история вдруг начала жить сама своей жизнью, независимо от нас. Вдруг Володя звонит, он говорит, я, а он приезжал к нам несколько раз, смотрел наши спектакли, он говорит, я буду делать скульптуру специально для вас и оставлю ее вам в дар. Молчал, какому спектаклю он несколько посмотрел. Вот я думала об одном, Евгений Борисович думал о другом, потому что на него произвело сильное впечатление несколько спектаклей. И вдруг он присылает мне фотографию. И как ты думаешь, какому спектаклю посвящено? Ну, возможно, Кавказский маловый круг? Нет, я вот тоже думала. Ротдом. Ротдом! То есть наш легендарный спектакль, которому уже 16 лет, и который до сих пор остается самым востребованным спектаклем, и здесь оказался в топе. Как он сам признался, его вдохновила история... Опять же, там ведь главная история – это мужская линия идет, не женская. Ну вот он посчитал, что женская. Он посчитал, что женская. Да, что женская, потому что его вдохновил не только сам спектакль, но и история вокруг этого спектакля, потому что на протяжении 16 лет нам рассказывали, вот реально ко мне подходили женщины, к другим актерам, ко мне как к директору подходили, и рассказывали очень трогательные истории, когда после просмотра нашего спектакля, вот нашей комедии, когда люди приходят отдохнуть, посмеяться, после вот этого спектакля на свет появлялся человек. Да? Да, которого могло бы не быть. Которого могло бы не быть. У вас какая миссия. И вот эта история очень вдохновила его. И у нас получилась такая гармоничная история, мы сами даже этого не ожидали, получается такая гармоничная история. У нас, значит, вот божественное начало, благая весть от богини Ириды, которая вот рассыпает радугу и добрая весть доносит, благая весть, которую получает каждая женщина, когда узнает, что под сердцем носит ребенка. Вот женщина как символ продолжения рода. И наш спектакль, наша земная такая узнаваемая, родная, смешная, трогательная женщина в узнаваемом всеми женщинами роддоме производит на свет человека, в котором есть искра Божья. Замечательно. Просто здорово. Обязательно нужно прийти посмотреть. 15 сентября. 15 сентября в фойе театра. 15 сентября в фойе театра откроется эта выставка. Пока мы планируем до конца сентября, там будет видно, там как обстоятельства сложатся из коллекции, потому что будут из других театров московских, некоторые скульптуры забирают Володя для этой выставки. Поэтому всех приглашаю. 15 сентября и все последующие дни все наши зрители, которые приходят к нам на спектакль, смогут насладиться этой выставкой. Вот уверяю вас, там можно долго перед каждой скульптурой стоять, смотреть, что называется, выразительность женщины. А перед полотнами можно просто стоять и медицировать. Потому что это что-то такое нереальное, где каждый видит что-то свое. Вот мы первые зрители, когда ходили, вот я в них увидела тот-то, тот-то, кто-то еще. То есть я говорю, можно буквально как на кофейной гуще. Вы представляете уже, с каким впечатлением, посмотрев сначала эту выставку, и потом зритель пойдет к вам на спектакль. Я сначала так, когда он сказал, что роддом, я поняла, что нужно показывать именно этот спектакль. И думаю, как же, вот это все небесное с нашим спектаклем, таким реалистичным, бытовым, смешным. То есть тут такая поэзия. Думаю, как же это все сложится. Ну вот так вот сложится. Да, сложится. Потому что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется и на что наш спектакль может вдохновить художников. Да. Давайте перейдем к следующей теме. Я знаю, что в этом году у вас запланированы гастроли. Расскажите, пожалуйста, об этом. В каких городах увидят спектакли театра Самарской площади? Ну, далеко мы сбегать не будем. А сейчас мы готовимся поехать в Ростов-на-Дону. Там замечательный фестиваль русской комедии. Мы там уже были дважды, но это был 11-й год, 13-й или 14-й год. Вот так. Были такие у нас поездки. Мы оттуда привозили призы. По два, по три каждый раз. Очень щедрый, но заградный фестиваль. Очень такой хороший. Всегда такой праздник театра. Действительно так. И вот много лет уже прошло. И нас вновь пригласили. Мы повезем туда чужая жена или муж под кроватью Достоевского. Этот спектакль мы еще не показывали ни на одном фестивале. Ну, последние два года вообще было тяжело выезжать на фестивале. Вот. И повезем. Как еще достаточно новый спектакль. У нас только два сезона. Повезем этот спектакль. Будем ждать коллег. Болеть за них. Будем ждать их возвращения. Надеемся, что оценят наш спектакль. А вот вообще фестивальную историю сложно планировать заранее? Вы говорите, что приглашают театры. Это заранее как-то происходит? Либо, может быть, вы сами с инициативой выходите поучаствовать в одном, в другом, в третьем фестивале. И вообще, насколько для театра в принципе престижно принимать участие в фестивалях, а вы принимаете участие в фестивалях и в международных в том числе. Да. Я имею в виду российских, но уж и если говорить далеко о международной истории. Ну как, фестиваль это всегда, как я уже сказала, праздник театра. Это всегда... То есть наш зритель нас уже любит, да, может замылиться глаз. Они нас любят уже многие, многие у нас много своего зрителя, любят нас априори. Да, они всегда приходят, часто приносят букеты за прошлые какие-то спектакли. Да, то есть играешь в этом спектакле маленькую роль, вдруг тебе такой букетчет за твои, так сказать, прошлые заслуги. И у нас тоже замыливается глаз, нам кажется, что все хорошо, замечательно. На фестивале мы выносим на суд не только вот зрители другого города, но и коллег. Фестиваль это всегда собираются, да, ну, во-первых, жюри, во-вторых, очень часто даже не только мнение жюри интересно, а мнение коллег из других театров. Да, вот когда там получаешь комплименты, вот это дорогого стоит. Вот. Поэтому фестивали, они просто необходимы, чтобы не вариться в собственном соку, чтобы смотреть, что делают другие, потому что если Москву, Питер, ну, во всяком случае, вот, Евгений Борисович у нас выбирается специально смотреть все новинки, особенно тех режиссеров, которых он очень честит и уважает, то по разным городам не поездишь, а тут приезжают со всей России спектакли, которые везут свое лучшее, везут что-то интересное, поэтому это всегда интересно и полезно. Вы в том числе тоже ходите и смотрите. Наталья Юрьевна, а какой ваш любимый город, вернее, какой ваш любимый театр в каком российском городе? Ну, на самом деле их, ну, про город, про града России, вот не могу так сказать, потому что это редко, что раз в какой-то другой город поехал и посмотрел. Вот. Если братья столичных, Москва, Питер, я последние годы очень полюбила театр Вахтангова. Вот как-то не ходила я на него раньше, раньше это был Фоменко, раньше это был Женовач, который сейчас эти театры я очень люблю, читаю и уважаю. Вот. Но вот театр Вахтангова за последние, наверное, лет вот 7-8, даже, наверное, 10, мы очень много там посмотрели, очень следим за репертуаром, за этим стараемся не пропускать. Премьеры. Вот. Еще я для себя открыла малую сцену МХТ и Марину Брусникину, вот, которая много лет работает успешно, она именно на малой сцене работает. И тоже вот каждый приезд столицы я стараюсь попасть на ее спектакли. Вот у нее, ну, МХТ имени Чехова, там трупы огромные, театр огромный, но там какая-то сложилась своя вот труп, да, у каждого режиссера, все-таки есть любимые артисты. И я все время с удовольствием смотрю там вот эти камерные спектакли, ну, нам вообще интересно камерные, потому что наша сцена камерная. Вот. В Питере, ну, Питер вообще я очень люблю, в Питере, вот когда был Бутузов, мы очень любили ходить в Ленсовет. Вот сейчас просто смотрим, что где, ну, мастерская Козлова, там, ну, всегда практически придешь и увидишь что-то интересное в десяточку. Вот, тем более, мы чаще туда стали ходить, потому что стали сотрудничать с режиссерами этого театра, с Романом Габрио, и Александр Клазько тоже имеет отношение к этому театру, вот, поскольку он был и педагогом, и выпускник первого курса Козлова. Вот, поэтому непосредственно отношение имеет к этому театру. Очень талантливые режиссеры, то есть у Козлова из мастерской выходят не только талантливые актеры, но и талантливые режиссеры. Поэтому там всегда интересно посмотреть и молодежную режиссуру. У них очень много премьер, потому что он дает молодежи ставить. Это тоже всегда интересно. Это тоже такой получается театр-фестиваль. Ну, вот, кстати, планируете в 36-м театральном сезоне пригласить кого-то из режиссеров на постановку в театре Самарской площади? Пока нет точного договора, поэтому не буду анонсировать. Вот, ну, вообще, конечно, мы, да. Вы стараетесь прямо, да, вот мы не говорим сейчас про пандемийные года, до этого всегда у вас можно посмотреть. Ну, и «Чужая жена», в общем-то, вот как-то в этот период, да, это благодаря гранту правительства России мы смогли все-таки пригласить команду из Питера, поставить этот спектакль. Спектакль очень успешный, который очень нравится зрителям, то есть он прямо сейчас так у нас в топе. Вот, мы еще про одну выставку, я буквально два слова. Да, пожалуйста. С Олегом Давыдовым, который тоже в этом году юбиляр, юбиляры, у нас с ним совместный проект, фотопроект, это уже касается прямо непосредственно нашего театра, это фотографии наших актеров, не просто, это не портреты, нет, это актеры в каких-то интерьерах, в каких-то местах, ну, знаковых местах, не в каких-то, неправильно я сказала, то есть это первая наша фотосессия была вот в особняке Шхабаловых, который сейчас в состоянии ремонта, вот возобновляет, слава богу, ремонт, потому что здание не просто с историей, а там такой дух, вот мы когда были, нам говорили, что вот некоторые здесь даже боятся находиться, а у нас как-то здание сразу, я думаю, у вас сейчас все пойдет, и точно вот сейчас начинается ремонт. Мы бы в усадьбе Толстого... Комфортно себя чувствовали, да, приняла на вас. Да, 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 вот в усадьбе Толстого была фотосессия, в других местах, то есть это актеры и город, театр и город, мы первый муниципальный театр Самары, 35 лет нам, поэтому такая фотовыставка в знаковых местах Самары, о которой делает большой мастер, очень приятно работать, конечно, с Олегом, очень, и я вижу, что и он вдохновлен, вот нашей труппой, поэтому у нас такое, мне кажется, очень приятное. Потому что он вас знает, да, и ходит к вам на спектакль, частенько можно его увидеть просто в зале, как зрителя, и поэтому, конечно, приятно, потому что отдача есть, а когда фотограф работает с актером и находит взаимопонимание, да, вот общий огонек у них горит в глазах, и в фотокамере вспышка объектива, поэтому здесь, конечно, живое общество. Ну да, он говорит, мне даже задач никаких ставить не надо, они сами все придумывают, сами все придумывают, я только вот еле успеваю за ними. Ну что же, совсем немного времени остается у нас с вами до конца, я хочу, чтобы вы проанонсировали ближайшие спектакли, на которые обязательно стоит прийти и посмотреть, может быть, именно те, на которые стоит обратить особое внимание, почему я говорю «те», потому что у вас сейчас очень большой репертуар и очень много спектаклей. Пожалуйста, Наталья Юрьевна, куда стоит прийти? Ну, сейчас я последние вот два года всем, когда меня раньше спрашивали, я все время как-то стерялась, я говорю, ну я не знаю вашего вкуса, а сейчас я говорю, обязательно посмотрите, кто еще не видел Кавказский меловой круг. Это просто вот надо идти и смотреть. Это, не побоюсь этого слова, ты знаешь, я никогда не разбрасываюсь с какими-то хвалебными словами в адрес своего театра, уж такими сильно. Это действительно шедевр Евгения Борисовича, который он делал к своему юбилею. Это очень такой вот мощный театр, сценическое полотно. Спектакль подрос с первого. Он, безусловно, подрос, просто это тот редкий спектакль, который прямо вот с премьеры поражал. Прямо с премьеры поражал. Он не теряет обороты, конечно, у нас любой спектакль набирает, потому что рядом художественный руководитель, который всегда бдит. У нас спектакли не разваливаются. И те спектакли, их пока немного, которые ставили другие режиссеры, у нас существует авторский надзор. Время от времени. В прошлом году мы ездили в Москву, приезжал Габрию, как раз посмотрел своего ревизора, тоже там что-то сказал актерам, кому-то подошел, что-то сказал. Поэтому Ирина Керученко вообще приезжает, смотрит свои спектакли. Поэтому авторский надзор существует, даже за спектаклями, которые с приглашенными режиссерами. Поэтому у нас в этом отношении все хорошо. Еще я, конечно же, бы порекомендовала, и особенно молодой аудитории, это классику. Классика в нашем театре нескучная. И по пушкинской карте, конечно же, нужно приходить и смотреть Чехова, и Гоголя, и Островского. У нас два спектакля этих авторов. Смотрите в афише, приходите, ежевечерне мы вас ждем. И, конечно, вот «Чужая жена и муж под кроватью», то, что мы сделали на гранд-правительство России, это такая не совсем обычная история. Люди приходят, очень удивляются и радуются. Это молодой Достоевский, который любил писать комедии. Вот у нас вот такие два антипода. Это кроткая, это очень такая глубокая, трагическая история. И «Чужая жена и муж под кроватью». Ну, практически такой спектакль-анекдот. Такой фейерверк. Питерский он очень ставил, ставила питерская команда. Ну что же, спасибо большое, Наталья Юрьевна, с открытием, во-первых, нового 36-го театрального сезона. С наступающим юбилеем вас. И вас юбилеем. Спасибо, Евгения Борисовича, всю труппу. Ну, а я просто уверена, что в течение года мы с вами обязательно будем встречаться и рассказывать о том, как все прошло. И будут анонсы. Я желаю вам единственного здоровья и, конечно, полного зала зрителей. Вашего любимого зрителя. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну и что же нужно делать сейчас? Правильно вставать и идти в театр. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова